Пока переводчик готовится, я хочу предложить вам все вместе, цузамин, сказать слава Господу, ибо он достоин славы. Вы знаете, желание боящийся Господь исполняет. Аминь. Веси, ди венши де готесфюрхтеген, erfюльтег, Хэр, аминь. Веси, ди венши, как я имел желание посетить вашу церковь. И это уже около 10-11 лет назад, когда я хотел бы вам посетить вашу церковь. Здесь живут дети наших друзей, в Брэм-Мегафе, на которых мы остановились, Виктор с Лидией. И здесь живут дети наших друзей, в Брэм-Мегафе, в которых мы остановились, Виктор с Лидией. Живёт сестра Нина, которая была у нас когда-то в Украине, в Кировограде. Но больше мне хотелось посетить, когда я познакомился с братом Олегом, мы вместе учились в Венеце, в семинарии. И в нашем общении я понял, что у нас есть много похожего в наших церквях. И у нас в Церебцентре есть и у вас, и вы занимаетесь организацией, и мы, и мы так долго с ним общались на эти темы. И когда мы общались, то мы чувствовали, что мы много общей в компании в Кировограде. И вы имеете в виду, что вы имеете в виду, вы имеете в виду, что мы объявляем. Когда коротень было, было сожжено, в большие служения. И мне, друзья, сказали, посмотрите, служение, пение из города Лар. И оно мне очень понравилось. И в прошлом году даже в Виннице на конференции познакомился с вашим Пастером, братом Виктором. Это все усилило желание поведать в вашу Церковь. И я благодарю Господа, что желание боящихся, я надеюсь, я боюсь Господа в библейском понимании, Бог исполняет. И, Господи, дам, да, я верю, что я приняю для вас, я хочу передать. И я теперь буду предупредить, немножко познакомился с вами. Почти 30 лет я в Господе. И я люблю проповедовать. За год, наверное, где-то около ста проповедей я говорил в своей церкви. И лет двадцать я проповедую. И можно подумать, как много брат, наверное, знает. Но чем больше я проповедую, я понимаю, как мало я еще знаю Господа. Как он велик и могущественен. И всегда, когда я начинаю проповедовать, я говорю, слава тебе, Господь! Что ты великий. Что ты великий. Что ты когда-то на эту землю. Что ты видишь меня и тебя. И поставить на правильный путь. И помочь идти за тобой. И я благодарю тебя за это, мой Бог. И я благодарю тебя за это, мой Бог. И я готов перед вами признаться, так как я уже полюбил вашу церковь. И я благодарю вас, чтобы я благодарен, потому что я уже любил вашу церковь. Среди всех сотен проповедей, которые я уже сказал за свою жизнь, в своих сотен проповедей, которые я уже сказал за свою жизнь, есть всего лишь несколько, которые я могу повторить, даже если меня разбудят ночью. Потому что в основном мы проповедники готовимся к проповедям, и это нужно делать. Потому что мы проповедники готовимся к проповедям, и это нужно делать. Но есть то, что мы пережили в своей жизни. Прошли вместе с Богом. И об этом я хочу сегодня проповедовать. И об этом я хочу сегодня проповедить. И об этом я назвал «Бог слышит». И я думаю, у вас бывали времена в жизни, когда вам так было тяжело, и вы молились и думали, «Господь, ты меня наверное не слышишь». В моей жизни так было. В 90-х годах я был молодым человеком. В 90-х годах я был молодым человеком. Хотя и сейчас считаю, что я только во второй юности, мне всего лишь 56 лет. Но когда Господь встречался в моей жизни, я был в моей жизни, дал мне прекрасную жену, сестру, которая здесь в салоне тоже находится. И он мне очень прекрасный шестер, и у меня тоже есть в салоне. Как все молодые пары, мы хотели детей, и много детей. И как все молодые пары, мы хотели детей, и много детей. Но проходили года. Но это были годы прошлые годы. Каждый год жена попадала. Я хочу попросить прощения у жены. Она не любит, когда я свидетельствую о личном жена. Я аккуратно, я немного, я чуть-чуть скажу, а потом сейчас буду с Библией. Каждый год мы беременели. И она попадала в больницу. И каждый год умирала. И каждый год умерла. Но Бог дал нам потом чудных девять детей позже. Я буду читать из 15. Главы. Это повествование об муже Аврааме, вы помните. Я думаю, что Бог благословил всем. Дену Бог благословил всем. Кроме одного. У него было большое богатство. Он был большой богатством. Красивая жена Сара. Eine хорошая женщина, Сара. Было определенное могущество. Есть определенная мощность. Не было одного. Но не было детей. И он переживал и страдал от этого. И он приходил и говорил с Богом, Господи, почему? И он приходил и говорил с Богом, Господи, почему? У меня нет такого благословения. Я читаю из 15. Главы. Я читаю из 15. Книги Бития. Из 1. Мозе. После того, как Господь показал, что он с Авраамом, вы помните, он освободил Лота с плена, остался жив, одержал большую победу. После этого происшествия было слово Господа к Аврааму в видении. И сказал, не бойся, Авраам. Я твой Щит, Награда твоя весьма велика. Скажите, если бы мы такое услышали, Мы бы наверное обрадовались. Я бы точно обрадовался. Я бы наверное как Давид, может быть даже подж okкотbah и побежал. Я бы наверное как Давид, может быть даже подскотчил и побежал. На эти слова Господа он ответил такими словами. Второй стих. Второй стих. И сказал Авраам, Вот ты не дал мне Патомство, и вот Домочадец мой, Наследник мой. Казалось бы, такое услышало самого Бога, Награда велика. Но Авраам говорит, Господи, я Наследника хочу. И вы помните дальше эту историю. Господь сказал, выйди. И посмотри на небо. И сеть на небо. Посчитай своими словами, чтобы время сэкономить. Сможешь звезды посчитать. Их очень много. Такой подчисленности будет народ, который произведет тебя. И ключевой стих этой главы. Слёссельферст dieses Kapitels. И поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. И это говорит, и Абраам, и это вменилось ему в праведность. Я не судья Аврааму. Я не судья Аврааму. Я люблю этого мужа. Я люблю этого мужа. Я у него многому научился. Я у него много научился. Но если мы почитаем историю его жизни. Немножко хромал Авраам. Как и все люди бывают хромаемые. Я имею в виду, в Египте попросил жену назваться сеструю. Вы помните? Я имею в виду, в Египте попросил его мужа, чтобы сказать, что она своя девушка. Вы помните? Может, еще какие-то были моменты, которые, может, надо было поправить. Может, еще были моменты, которые, может, надо было поправить. Но когда Господь к нему обратился и показал звезды и сказал, что наследие твое будет таким великим. Абраам поверил. Абраам это вменилось ему праведность. Абраам поверил, что у веры есть две руки. Абраам поверил. Я их называю верность и доверие к Богу. Абраам поверил, когда нам трудно и кажется, тупик или нет выхода. Как написано в Писании, имейте веру божью. Она поможет нам. Это будет нам, праведниками. Героятно быть. И идти за Богом. Там дальше описывается, как Господь показал ему некие знамения. Огонь через рассеченные звери. Зверей прошел. И как бы утвердил Абраама, что с ним говорил Господь. И как бы утвердил Абраама, что с ним говорил Господь. Но когда мы переворачиваем страницу Библии. Начинается шестнадцатая глава книги Бытия. И первые слова этой главы. Они как бы перечеркивают все, что было раньше сказано. Это scheint, как если они это все черезстрахают, что все, что было раньше сказано. Ибо написано, но Сара, жена Абраамова, не рождала ему. Можно было попасть по-украински в распач, как по-русски, братья. Ну, в отчаяние. Услышав о великом Благословении. Он слышал о великом Благословении. Но на практике проходит время, а Сара написано, не рождает. Но в практике, когда Сара не рождает, как обычно делают люди. У меня такое тоже в жизни бывало. У меня такое тоже в жизни бывало. Мы бывают ситуации в жизни трудную решаем, но своими усилиями. Это, как мы, в жизни, в жизни, решаем, но своими усилиями. Я помню, как в 90-х годах я молодым хотел многое сразу. И делал ошибки на этом. Сейчас бы эту голову 30 лет назад, о, как много бы я не наделал ошибок. Но Абраам тоже человек. И он с Сарой договорились поступить по обычаям того времени. Перед тем, там в 14 главе описывается, он был в Египте. И фараон благословил его скотом и рабами. И фараон благословил его скотом и рабами. Среди этих рабинь была молодая рабиня Агарь. И вот Абраам с Сарой договорились по обычаям того времени, что Агарь родит Абраама и с рук Сарой, роженая, будет как бы их ребенком. И Сара besпрехнет с Абраам, что ее мать, Агарь, им, что родит Абраама. И написано, я прочитаю, 16 глава, 3 стих, 4 и 5, 34, 5. Сара Абраму в обиде моей, ты виновен. Когда-то я не понимал, почему Сара стала упрекать Абраама. И это было время, когда я не поняла, почему Сара начинала, Абраам. Ведь они договорились. Сара, видя страдание Абраама, она любила мужа. Ну, пошла на такой шаг. И однажды мы с женой вместе читали это место. И однажды мы с женой вместе читали это место. Я благодарю Господа, что Господь часто через мою жену мне писать. Это правда. Я благодарю Господь, что Господь очень часто через мою жену мне писала, и читала эти стихи, я смутился. И когда я читала эти стихи, я взглянулся. Почему Сара упрекает Абраам? Почему ты Сара, который сказал Абраам, засчитал? А моя жена так спокойно улыбалась, обращается ко мне. Но моя жена, она просто спокойно улыбалась, обращается ко мне. Она положила свою ручку на Библию. Она положила свою ручку на Библию. Она говорит, Володя, а я знаю, почему. И она говорит, Володя, а я знаю, почему. Я удивился. Я удивился. Я удивился. Расскажи, говорю мне, проповеднику, ты жена, который написал, что он не домолчат, и мы дома. Можешь проповедовать. Скажи, почему Сара упрекает Абраама? И то, что она мне сказала, произвезло во мне чудо. И то, что она мне сказала, произвезло во мне чудо, о котором я сейчас немножко скажу, что я сейчас немного скажу. Она говорит, ты понимаешь, вы мужчины и мы женщины, вы братья, мы сестры, мы разные существа. И она говорит, я знаю, я учился в педагогическом университете и проходил психологию. Мы рациональные, вы эмоциональные. И она говорит, правильно. Но как женщина, я тебе скажу, Сара любила Абрама. И она вместе с ним страдала, что не было детей. И она пошла на такую жертву отдать служанку ему. Но говорит моя жена, ты пойми, в душе она этого не хотела. Она хотела, чтобы у них были только их дети. И вы знаете, это слово для меня явилось откровением. На тот момент мне где-то было 40-42 года. Zu dem Zeitpunkt war ich ungefähr 40-42 Jahre. И я уже был проповедником со стажем и думал, многое понимаю. Но это откровение открыло мне глаза на меня. Но эта offenbarung hat мне глаза на меня. Потому что когда мы были молодые, Я многое взял сразу, домкредит, машинокредит. И знаете, надо было экономить. И когда жена просила, я помню, купить одну там ей шубку за еще. Я сказал, нет, не сейчас. И когда несколько лет назад, Я увидел в магазине подобную шубку, И я говорю, жена, давай купим, ты когда-то хотела. И она говорит, Володя, я тогда хотела. И она говорит, Володя, я тогда хотела. Ты опоздал. Ты спустя. И я понял, что в жизни. И решил, знаете, исправиться. И решил, что исправиться. Мы однажды поехали на рынок, Ну магазин, как рынок по-немецки. Мы sind dann mal на рынок. Она хотела куртку. Я говорю, выбери две куртки, которые понравятся, из них выбери. И я сказал, что она хочет, две куртки. Она хочет, две куртки. И я скажу, две покупай. И так мы поступили. Я немножко начал, знаете, поправлять свои ошибки молодости уже в зрелом возрасте. И вот Сара стала упрекать. Вы помните эту историю, время экономии, так по памяти, давайте вспомним, что было дальше. Сара говорит, удали ее от нас. И Авраам, любя свою жену, удаляй Тагарь. И Авраам, когда он свою жену любит, Он отдал ее от Хагарь. Это не просто выйти из Лара, или Берлина, или Бременхафена. Это не просто выйти из Лара, или Берлина, или Бременхафена. Это выйти и идти по пустыне. Это не просто выйти, где очень мало воды. Там, где очень мало воды. Имеет на руках грудного ребенка. И в руках грудного ребенка. И в руках своего, Авраам, ребенка. Абрам, dein Kind. Какова любовь была у него к Саре. Что за любовь у него была к Саре. И вы помните, она вышла. И вы помните, она вышла, что мы будем умирать. Но явился Агнел Божий. И сказал ей некоторые слова. Я их зачитаю. Это 16. Глава Битию. Это 1. Бух Моисе, капитал 16. 7 стиха и по 11. И нашел ее Агнел Господень у источника воды в пустыне. У источника на дороге к Суру. И сказал ей Агнел. Служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь? Она сказала. Я бегу от лица Сары, госпожи моей. Агнел Господень сказал ей. Возвратись к госпоже своей. И покорись ей. И сказал ей Агнел, господин, умножай, умножу потомство твое так, что нельзя будет исчезть его множество. И еще сказал ей Агнел, господин. Вот ты беременна и родишь сына. И нарочешь ему имя Измаил. Ибо услышал господь страдание твое. Агнел Господь. И я думаю, вы знаете. Представьте, что означает имя Исмаил. Оно означает, Бог слышит. И я думаю, вы знаете, что название Исмаил. Это означает, Бог слышит. В русском переводе так и написано, ибо услышал Господь. И здесь написано, потому что Господь слышал. И представьте, вы помните, прошло 14 лет. И господь исполнил свое обетование, дал им сына Исаака. Но все эти 14 лет, Авраам и Сара ушами слышали, имя Исмаил. Иисмаил. Что значит, Бог слышит. Что значит, Бог слышит. Что значит, Бог слышит. Я слышал вас. Я знал вашу проблему. Я знал вашу проблему. Я вам открыл, что разрешу. И я выяснил, что я это решу. Но вы поступили по-своему. Но вы делаете по-своему. Бывает в нашей жизни, друзья мои. у нас есть большая проблема и мы как шуруп закрутимся по головку вот знаете шуруп а потом кричим Господи помоги как важно вовремя обратиться к Богу друзьями я буду заканчивать просто еще одно место я напомню по памяти это первая глава Евангелиста Луки я только напомню вы помните там есть повествование о прекрасной паре Захарии и Елизаветы они были написаны в преклонных летах и написано она была не плотна но там написано что они любили Господа и исполняли его заповеди но там написано что они любили Господа и исполняли его заповеди и явился Архангел Гаврил и сказал Захария молитва твоя дошла до Бога у меня вопрос как в старости можно просить детей нет он просил когда был молодой когда был зрелый ну и так Бог дал в старости я хочу этим просто сказать Бог слышит знает и в свое время отвечает нам на наши молитвы ему слава и хвала аминь отвечает на наши молитвы ему слава и хвала пройз Амин.